Всем привет! Если первая мысль при взгляде на этот автомобиль у вас была вау, то поздравляю мы с вами на одной волне, потому что я когда его увидел, я вот ничего кроме вау сказать просто не мог. Да, это М3 G80 на полном приводе в комплектации M Special. Индивидуальный заказ. Индивидуальный цвет кузова, матовый темно-серый металлик. Салон синий фьорд с черным комбинированный, обязательно его посмотрим. Как вы уже услышали, полный привод. Это, пожалуй, одна из первых М3 и М4 полноприводных, которые поступили на российский рынок, в продажу, но единственное, что это клиентский заказ. То есть этот автомобиль уже принадлежит кому-то, поэтому не надо завалить мне личку и ватсапы, и инстаграмы вопросами, можно ли ее купить. Она давно продана, купить нельзя, и даже в поставке или в ближайших приходах ничего подобного нет. Все клиентские автомобили, все клиентские заказы, и вы, разве что, можете точно так же оформить заказ и ждать ваш автомобиль. Причем, увы, ждать, возможно, придется долго, и здесь я бы очень хотел, чтобы вы поддержали моих клиентов, которые заказали. Мки, М3, у меня пару клиентов. Передайте им привет, пожелайте им удачи, пожелайте им терпения, потому что ждать такую красавицу, сколько бы вам не пришлось ждать, это отдельное испытание. Если вы напишите в комментариях пару приятных слов, я думаю, что их это точно порадует. Так вот, М3 в этой комплектации Мспешл стоит около 9,5 миллионов рублей. Напоминаю, что хорошую М5 сейчас можно купить в районе 11-12 миллионов рублей, примерно в этом диапазоне. То есть, в принципе, целесообразность такой покупки есть, она банально будет дешевле. Но логика покупки М3 или М4 все-таки отличается от логики покупки М5. Это разные автомобили, немножко и по подходу, и по характеру, и в том числе по дизайну. Причем, дизайн, как мне кажется, одна из ключевых фишек, одно из ключевых преимуществ, почему стоит рассматривать именно М3 и М4. Ну, конкретно сегодня мы говорим про М3. У меня уже вылетел с головы, говорил я вам цену этой машины или нет, но если не говорил, вот слушайте, 9,5 миллионов рублей. То, что сейчас перед вами стоит 9,5 миллионов рублей, вероятно, я все-таки назвал. Иначе, как бы я сравнил ее с мной М5. Я считаю, что это весьма неплохо. За автомобиль, который потенциально должен ехать 3,5 секунды до сотни, который в тех замерах, что мелькали где-нибудь там за рубежом, вроде как выезжает спокойно из 3,5 едет что-то типа 3,2, 3,3. Я видел даже цифры типа 3,05, 3,06, но мне кажется, это до 60 миль в час, а не до 100 км в час. Как бы там ни было, цифры достойные. Цифры на уровне М5, градус эмоций, я думаю, что не ниже М5. Единственное, что немножко подводит на фоне М5, на фоне М5, это выхлоп. Все-таки в М5 выхлоп вот самый, пожалуй, сочный и вкусный из тех, что есть сейчас в линейке BMW. Все остальные модели, ввиду необходимости интегрировать фильтр твердых частиц, выхлопной тракт и прочее-прочее удушение, понемногу лишаются хорошего звука. Хотелось бы, чтобы все-таки над этим как-то в будущем поработали, но да ладно. Что мы здесь имеем? Как и сказал Frozen, матовый темно-серый металлик. Посмотрите на этот цвет. Посмотрите внимательно, если вы планируете покупку М5, потому что цвет очень достойный. Я помню, брал как-то, по-моему, 330-й дизель на тест-драйв, он был в таком же цвете. И я хоть и понимаю, что матовый это супер непрактичный, супермаркий цвет, который в случае малейшей царапины придется перекрашивать, заполировать ее практически невозможно. Либо который сразу же при покупке надо целиком затягивать в матовую прозрачную пленку, чтобы хоть как-то его уберечь. Но насколько машина смотрится эффектно? Сразу видно, что это не просто трешка. И так понятно, что это не просто трешка. Куда ни ткни, куда ни посмотри, везде нарочитое отличие от обычной третьей серии. Ну да, фонари такие же, окей. Крышка багажника. Можно было бы сказать, что она такая же, но все-таки спойлер карбоновый ее явно выделяет. И здесь, кстати, автомобиль с внешним карбоновым пакетом. Около полумиллиона стоит эта опция, если не ошибаюсь. Так вот, она себя включает такой классный спойлер, изогнутый, с большим углом атаки. Он себя включает в центральный диффузор. Вот эта вся часть в карбоне. Это тоже опция, которая входит в данный пакет внешний. Ну, черный выхлоп, это все понятно. Задний бампер. Ну, явно видно, что это не просто трешка. Явно понятно, что это не 340-я. Такие огроменные трубы могут быть только у М-ки. Уж тем более 4 трубы, выходящих из вот этой массивной банки. Крыша. Ну, уж всяко видно, что это не трешка. И не 340-я в том числе. Карбоновая крыша с этими гребнями. Уж точно про М3. Задние крылья. С какого ракурса ни посмотри, видно, что они дутые. Видно, что они сильно надуты по отношению к обычной 3-й серии. Но не бывает у обычной трешки вот таких задних крыльев. И при взгляде сбоку бросается в глаза вот такой вот рубленный переход двери в заднее крыло. Кто-то мог бы подумать, что это выглядит колхозно. Как будто бы крыло нарощено искусственно. Какая-то тут, знаете, двухсантиметровая толщина шпакля или чего-то в этом духе. Но нет, мне кажется, что все, кто знакомы с М3-ми кузовами, они уже знают, что это в некотором плане фишка модели М3. Вот такой грубый, нарочито, угловатый, явно заметный переход заднего крыла, двери в заднее крыло. Это тот элемент, который позволяет М3-ю выделить на фоне любой другой М-ки. Будь то М2, М5, М8, неважно. Только М3 обладает этим элементом, и мне он нравится. Мне он нравится именно своей грубостью. Ну, согласитесь, я уж не знаю, конечно, видно ли вам это на видео, но я стараюсь крутиться максимально вокруг этого элемента дизайна, и выглядит очень сочно. Выглядит прям очень круто. С завода, кстати, наклеена пленка защитная. Вот она. На этот выступ, потому что очевидно, все, что летит по бокам кузова автомобиля, будет прилетать именно сюда, будет неминуемо сбивать краску, царапать и так далее. Поэтому уже с завода обеспокоились и защитили данный элемент специальной пленкой, за что им отдельный респект. Сами двери, если бы не матовый цвет, да, пожалуй, обычные трешечные. Хотя на матовом окрасе, согласитесь, насколько хорошо видна каждая линия кузова, каждая полоска, каждый изгиб бампера, фонарей, крыла, неважно. Даже вот эти гладкие перетекания панели дверей и нижняя острая линия, именно благодаря матовому цвету, классно выделяются визуально. Плюс, обращаю внимание, то, что только в М3, вот эта линия двери, переходит изгибом псевдо-жабры. В крыльях никаких настоящих жабр, конечно, нет. Это просто заглушка. Черная, глянцевая, с надписью М3. Здесь нет воздуховодов, но то, как это все визуально смотрится, как оно продолжается в контуре дверей, элемент, который достоин отдельного упоминания, внимания, и в целом очень красиво это все смотрится. Тем более, что у обычной трешки, что в предыдущем поколении F30, что в этом поколении G20, никаких жабр нет. Удивительно, потому что многие другие модели BMW получали хотя бы даже псевдо-жабры. Здесь же ничего подобного нет. И на фоне этого элемента, конечно, крылья в М3 смотрятся вдвойне круто. Более того, я напоминаю, что хоть и вот эта линия, оконная линия по дверям, она идентична обычной трешке, но здесь, на крыле, она расходится сильно в сторону и сглаживается. Сглаживается, выделяя выпуклые колесные арки. Вот настолько выпуклые. Смотрите, фара и порядка трех сантиметров здесь ширина. Идем к обычной трешке, видим фару, и около одного сантиметрика ширина. То есть, даже по этому элементу можно понять, насколько сильно раздуты колесные арки у модели М3. И отличие, которое позволит вам при взгляде спереди дифференцировать, ну, даже, наверное, не то чтобы спереди, но как-то частично при взгляде на передок М3, вот, допустим, вот таким ракурсом, когда вам не видно заднюю часть. Вот чтобы с этого ракурса понять, что перед вами именно М3, а не М4, обратите внимание на профиль крыла. Если эта линия гладкая, то это М3. Если же здесь проходит четкая, такая заметная грань, по типу вот таких углов, то это модель М4. Интересным образом они решили их вот так между собой разделить. Видимо, это связано с тем, что профиль задних крыльев у модели М4, он острее выполнен, чем в М3, и в поддержку этому профилю сделали аналогичные крылья у модели М4. Тем самым, даже визуально изменив восприятие передка этих автомобилей. Хотя, по-моему, раньше ничего подобного не было, и перед М3 и М4 всегда был одинаково. Кто-то, если вдруг не знает эту историю, надо пояснить, почему М3, в отличие от трешки, получила такую решетку, такую, в принципе, переднюю часть. Не потому, что они там им что-то в голову взбредило, они решили так сделать. Нет. Потому что это уже в целом выработавшаяся традиция. И в предыдущей М3 и М4, и в предпредыдущей, то есть там в Е90 кузовах Е90 и Е92, уже было заложено вот такое правило, когда М3 получала передок от М4. То есть у трешки был обычный дизайн, а у М3 фары, бампера, очертания были, как у М4. Это было не так заметно, потому что такой колоссальной разницы между третьей серией и четвертой серией просто не существовало, как сейчас. Но сейчас четверку, на мой взгляд, вполне оправданно выделили по дизайну в некий иной, более стильный, более престижный класс, чтобы она сильнее отличалась от третьей серии. Поэтому и М3 вслед за ней получила вот такую агрессивную переднюю часть и настолько различную с обычной третьей серии. Просто посмотрите на них. Это абсолютно два разных автомобиля. Вот абсолютно, концептуально два разных автомобиля. Дизайн фар, как они отличаются. Дизайн ходовых огней. Здесь они прямее, а у М3 в виде буковки G английской, да, загнута слегка, решетка радиатора. Справа до пола, слева классическая, можно сказать. Передний бампер здесь такой более зубастый, похожий на какого-то хищного зверька. Справа более добродушный, как будто бы тигренок перед вами стоит. Уж извините меня за такие ассоциации. Профиль капота, вообще ничего общего. Подштамповки, вырез, значок BMW на бампере, здесь значок BMW на капоте. Здесь у нас бампер отделяется от капота, хотя при этом плоскость у них одна. А у трешки капот цельный, доходит до решетки радиатора. У трешки обычно не у М3, я имею в виду. Крылья уже сказали. Ну, то есть, смотря на эти машины с такого ракурса, сказать, что это один автомобиль, как бы вот так по платформе, язык уж точно не повернется. Да и в профиль, благодаря крыльям, тоже создается ощущение, что перед вами совсем другая машина. Хотя фактически это та же G20, просто сильно переработанная. Вот настолько большой шаг сделала эта модель. И, как мне кажется, это тоже то преимущество, за которое стоит полюбить и купить модель М3, а не, к примеру, М5. Пусть она и дороже, финансы могут вам позволить купить М5, но М3 выделяется своим шармом, своим дизайном, внешним видом, супер необычным на фоне, как просто третьей серии, так и любой другой М-модели. Это действительно круто. Кстати, тут же рядом можно увидеть, к примеру, спортлайн трешку. Это не самая базовая третья серия, но вот приближенная к ней. Попроще диски, попроще фары, попроще облик, бампера и так далее. И вот уже совсем третий мир перед нами открывается. Раз, два, три. Есть еще как бы и четвертый мир, который называется третья серия Individual. Я постараюсь на эту машину снять для вас обзор. Суперкрасивый цвет серый оксид, светлый салон, люки и прочие навороты, индивидуальный заказ. Это одна из возможностей, заказав машину под себя, индивидуализировав ее, одна из возможностей выделиться на фоне классических трешек в М-пакете, белых, синих, которых полным-полно. Вы можете заказать индивидуальный цвет, в том числе и вот этот, темно-серый. Можете заказать Marina Bay, как у X6. Можете заказать, не знаю, любой другой, практически любой другой цвет, который вашей душе угодно, но только доплатив за него, само собой разумеется. Я бы вам показал еще один мир, я думаю, что вы не разозлитесь, если я потрачу немного вашего времени и дойду до вот такого автомобиля. По возможности на него также сниму обзор. Это четвертая серия, кабриолет. Глобально передок ТОМ-3 похож на передок этой четверки, потому что фары идентичны. Ну, единственное, что здесь сама оптика попроще, адаптивные, не лазеры как там, а адаптивные фары, но грани, конструкция идентичная, решетка тоже до пола. Но посмотрите, насколько добродушнее, насколько милее смотрится просто четверка на фоне М-3. Агрессии здесь меньше, может быть больше, чем в третьей серии, но все-таки это более элегантный автомобиль, несмотря на вот такую массивную решетку. И сама по себе решетка у них отличается. Может быть, те, кто не всматривался, думают, что решетка радиатора похожа. Нет, обратите внимание, здесь сама решетка имеет явные очертаемые контуры. Ее можно демонтировать, поменять на что-то другое. У нее есть классическое обрамление и внутреннее наполнение. А теперь возвращаемся к нашей М-3. Вот теперь еще раз посмотрите на нее. Во-первых, решетка разделена. Там решетка была единым элементом. Они между собой были соединены. Здесь решетка разделена. У нее нет явных обрамлений, потому что обрамление, это фактически сам бампер и есть. Есть только ламели, которые при этом горизонтальные. Не вертикальные, как мы привыкли по другим моделям BMW. Не сетчатые, как у той четверки было. Горизонтальные ламели, сдвоенные на манер M-автомобилей. Подштамповки на капоте, линии бампера. Совсем другой автомобиль. M3 выглядит суперски. Как и говорил, здесь расширенный внешний карбон-пакет, поэтому вместо обычных сеточек внутри бампера идут карбоновые вставки. И подвод воздуха как к радиатору, так и к тормозным механизмам фактически ничем больше не защищен. Но при этом сами радиаторы имеют вставки сетки защитные. То же самое касается и основного радиатора. Он защищен сетками. Здесь по бокам акценты бампера направляют воздух каналом оптимизации воздушных потоков колесных ниш. Ну и сами колеса. Вы помните, что в версии Competition идут разноразмерные диски. То есть спереди у нас размерность колес 275 на 35-19. Сзади же размер колес где он у нас 285 на 30-20. То есть 20 дюймов сзади и 19 дюймов спереди. Резина Michelin Pilot Sport КАП-2. То есть можно ее посмотреть вблизи слегка. Такая достаточно трековая. Ламели редкие. Много резины. Меньше канавок. Меньше всевозможных водоотводов для максимального зацепа. Тормоза стоят обычные чугунные с красными суппортами. Сзади плавающая скоба. Спереди шестипоршневой механизм. И в конце я скажу, что я думаю об этом автомобиле, о его комплектации. Но я думаю, что те, кто смотрели мои тест-драйвы М4 или там недавние обзоры наверное должны примерно понимать мои мысли. Не буду пока спойлерить. Кто знает, тот знает. Окей. Карбоновые корпуса зеркал. Здесь же на месте. Круговые камеры. Что означает максимальный комфорт повседневной эксплуатации. Камеры Кафас. А значит есть обилие ассистентов. Да и в принципе мы видели радар активного круиз-контроля. Вот он вынесен в одну из решеток радиатора. Поэтому в плане систем ассистент вождения Professional здесь все это есть. Подруливает. Контроль слепых зон. Ассистент движения в пробке. Поддержание дистанции до предыдущего автомобиля. Автоматическое торможение. Все это есть. Садись и катайся в принципе как на обычном автомобиле. Дом, работа, поездки. Вновь напомню, что в моем Тест-Драйве я говорил о том, что М4 меня удивило своим комфортом в обычных режимах. В комфортных настройках подвески, в эффективном режиме отклика двигателя, педали газа. Это в принципе нормальный повседневный комфортный автомобиль. Я был удивлен. Предыдущие М3 и М4 таковыми, но лично мною не воспринимались. Эту машину можно смело эксплуатировать на ежедневной основе. Перейдем немного к интерьеру. Я садиться не буду, меня об этом попросили, но вот так вот визуально вам все-таки его покажу, потому что увидеть синий фьорд, хотя бы если не глазами, то на картинке не так уж и просто. И уж тем более те, кто планирует заказать автомобиль, мне кажется, им будет интересно посмотреть на этот салон, потому что он красивый. Он хорошо сочетается с таким холодным цветом кузова. Все-таки у нас матовая окраска настоящая. Видите, все полости, все внутренние элементы они матовые. Это не пленка, а это действительно окраска кузова автомобиля. Кожа Мерина синего цвета, насыщенный синий цвет. Это не тот синий, который синяя ночь, там допустим в восьмерке купе или в других моделях, где она доступна. Там синий на грани черного, его практически незаметно. Здесь же нормальный яркий синий цвет, комбинированный с черными вставками, сидение имеет перфорацию, соответственно, есть и вентиляция, и это М-очные сидения. Это не ковши, не М-бакетсидс, а именно М-очные сидения, которые, напоминаю вновь мой тест-драйв М4, но по моему мнению самый оптимальный. Они хорошо вас фиксируют как в ежедневных поездках, так и при выезде на трек, они реально удобные, но они не чрезмерно навязчивые, в отличие от ковшей. В тех ковшах устаешь, в тех ковшах не хватает поясничной поддержки, здесь она есть. В тех ковшах в принципе не хватает и вентиляции, здесь она имеется, хотя я говорю, я за эту опцию никогда не гнался, не считаю ее прям уж очень необходимой. Боковинки регулируются, но там они тоже регулировались, коленная опора выдвигается, подголовник имеет электропривод по высоте. Реально эти сидения лучшие, эти сидения самые оптимальные, пусть и не так круто будут смотреться в отличие от ковшей, но если вы планируете на машине ездить довольно много, а может быть и ежедневно, что позволяет вам делать полный привод, круглогодично, эти сидения наверное самые-самые оптимальные. Отделка дверей сверху и торпеда сверху и снизу в коже. Низ дверей пластик, но тут, увы, других вариантов не предлагается. Центральные вставки синий фьорд, кожа подлокотники синий фьорд, алюминиевые вставки с диодной подсветкой, аудио, аудиосистемы Harman. Непонятно по какой причине до сих пор для младших моделей, будь то третья серия или допустим X-34, не предлагается какой-нибудь, пусть даже упрощенный, но вариант Бауэрса, я вот не понимаю этой идеи, маркетологи тут, как мне кажется, не дорабатывают, но если все-таки со временем Бауэрс появится, вот тогда будет вообще шикарно, потому что не хватает немножко лоску виду аудиосистемы, не хватает каких-то красивых рисуночков, подсветки и прочего, тут Мэрс обыгрывает, что бы мы ни говорили, Мэрс в этом плане, маркетологи Мэрс, они впереди. Понятное дело, что звучать может все примерно одинаково, но восприятие есть восприятие. С другой стороны, М-ка все-таки не тот автомобиль, в котором надо гнаться именно за музыкой, поэтому пережить это можно. Гальваника на кнопках управления стеклоподъемниками, за это респект, классная опция, которая довольно за недорого дает вам куда более приятное восприятие самого автомобиля. Конечно же, память, положение сидений, электропривод багажника. Одну вещь мне хочется проверить. Да, смотрите, двойные стекла. Мы как минимум с вами сейчас нашли одну из причин купить М3, а не М4. Отбрасываем в сторону две двери, отбрасываем в сторону запас места сзади в ногах и над головой. Допустим, это все для вас ерунда. Но чисто теоретически, если вы хотите получить чуть более комфортный автомобиль, то на фоне М4 появилось еще одно маленькое, но все же преимущество наличия двойных стекол. Это круто. Хорошо, что еще интересного? Внутренний карбон-пакет. Карбоновая крышка подстаканников, карбоновый центральный тоннель, карбоновая планка перед пассажиром, карбоновая вставка в рулевом колесе, включая центральную спицу, и карбоновые накладки, вот здесь вот вставочки, под рулевых лепестков. Плюс сами лепестки, они крупнее, эффектнее, симпатичнее. Задняя часть у них такая вот красная, перфорированная, словно сделанная из лего. Руль шикарно смотрится. К рулю вообще не докопаться, как мне кажется, даже тем, кого уже сам по себе общий дизайн этого рулевого колеса подутомил. Здесь, в М3, в М4, именно руль с карбоном смотрится супер шикарно. Будь еще и гальваника на кнопках управления мультифункцией круизом, ну, был бы полный респект, но вы извините. Комбинация приборов, проекция, мультимедиа-система, привычная, операционная система 7.0. Восьмерка сюда пока не добралась, я думаю, что доберется в рестайлинге с огромными такими планшетами, но до него еще работать и работать, продавать и продавать, жить и жить. По всем регулировкам есть M-Mode, сетап настройки, настройки тормозов, настройки стабилизации, чего только угодно. Это М-ка, это М3, поэтому говорить о количестве регулировок можно очень долго. Я это уже показывал во всех обзорах статичных в моменте старта М3, и в М4, я не раз-то показывал, сейчас уделять внимание тому точно не стоит. Задние двери, вот им внимание уделить стоит, потому что вновь одно из преимуществ М3 на фоне М4, одна из причин выбрать именно этот кузов, даже невзирая на супер дизайн экстерьера, просто удобство посадки, к примеру, детей на задний ряд или кого-то еще перевести, да даже просто сумку кинуть, не в багажник, а сюда, на задний диван, конечно, имея задние двери будет проще. Поэтому тут есть на чем поломать голову, если вы выбираете между этими двумя моделями. Идентичная отделка везде, включая гальванику на кнопках, динамики Хармона, спинки, сиденья, все-таки они ковшеобразные, из мягкого, такого податливого, приятного пластика, но не кожа, без кармашков, трехзонный климат-контроль, без подогрева заднего дивана и два USB Type-C разъема. Сам по себе задний диван, как вы помните, в принципе, в любой обычной трешке он такой же, довольно удобный, как по длине подушки, так и по углу наклона спинки, по мягкости подголовников, они здесь складываются, чтобы не мешать обзору водителя. Единственный косячок, нет подлокотника. Я, честно скажу, не вникал, есть ли опция подлокотника, ну, точнее, дополнительных приспособлений для размещения вещей в салоне, которые в себя обычно включают подлокотник для модели М3, или все-таки это прям везде не от подлокотника, но, конечно, немножко выглядит удивительно, слегка. Не сильно, прям меня бы это сильно не парило, но вот слегка удивляет. И, пожалуй, можно посмотреть еще в багажный отсек, но здесь в целом обычный багажник, 40-20-40 спинки складываются, сеточки, кармашки, крючок, 12-ти вольтовая розетка, вот они, фиксатор откидывания спинок, и та самая плашка, которой придется, которой придется изуродовать супер красивый решетка радиатора, чтобы повесить номерной знак. Увы, без этого никак. Багажник, конечно, с электроприводом. Остался последний пункт. Полюбоваться этим зверем. Все-таки B58, из которого вырос S58, нереально шикарный двигатель. Вот в который раз убеждаюсь, что оба этих движка и все модификации этих двигателей, они вот со временем уж точно окажутся в каком-нибудь зале славы. И не только по мнению BMW или каких-нибудь экспертов, но по мнению просто обывателей, покупателей, владельцев этих автомобилей. Потому что настолько уравновешенного и по надежности, и по экономичности, и по динамике, и по характеру, да по всем параметрам настолько уравновешенной линейки двигателей, мне кажется, никогда не было ни у BMW, ни у кого-либо другого автопроизводителя. Вот текущая линейка двигателей BMW, вот я не знаю, ей надо музей открывать отдельный, и все, кто понимают, все со мной должны согласиться. Есть исключения, да, там точечные, мы их убираем за скобки, но ключевая линейка, особенно вот эти B-двигатели, они шикарные. И B58, и в частности S58, который стоит здесь, это супер шикарные движки. Напоминаю, кто не в курсе, рядная шестерка, 3 литра, классическая, рядная шестерка, объем 3 литра, по пол-литра каждый из цилиндров, которая способна выдавать 510 лошадиных сил версии Competition, заводских, 510 лошадиных сил, а это мощнее, чем M5 E60, у которой с двигателя V10 5-литрового снималось 507 лошадиных сил, здесь мощнее. Я уж не говорю про то, насколько это быстрее, не суть важна, допустим. Этот двигатель разгоняет машину, как и говорил, за 3,5 секунды до сотни. Очень хотелось бы проверить, как оно едет на самом деле, и если подвернется такая возможность в рамках этого сезона, с удовольствием это бы сделал, но есть подозрения, что нет, наверное, не успею. Тогда будем надеяться на следующий сезон. Двигатель укутан металлическими, стальными, скорее всего, да, по-моему, это сталь, распорками, усилителями для того, чтобы обеспечить максимальную жесткость кузова. Само собой, здесь все, что касается жесткости кузова, продумано на максимальном уровне. Это тот критерий, который влияет на рулежку, на ощущение автомобиля, на комфорт в том числе. Чем жестче кузов, тем распущеннее, мягче в целом можно сделать подвеску, и это ощущается. Как и говорил даже на наших дорогах, М4, а можно сказать, это один и тот же автомобиль все-таки, М4 воспринималась мною очень комфортным, вполне себе ежедневным, семейным автомобилем. Никакой шума изоляции капота здесь нет, и это правильно. На что еще обратить внимание? Можно раз уж и что посмотреть еще на табличку. Когда индивидуал цвет, то здесь добавляется табличка BMW индивидуал, и написано Frozen Dark Grey Metallic. Вот, в принципе, так. И вот теперь можно подвести итоги и сказать то самое мое мнение об этом автомобиле. Если бы мне позволяли финансы, то вполне вероятно, именно эта машина могла бы быть моей. Ну, то есть не в том ключе, что я бы ее заказал для себя, а в том ключе, что если бы я себе мог сейчас позволить купить что-то дорогое, что-то вот чисто для себя, ну, понятное дело, что и для семьи тоже, но в большей степени для себя, вот сейчас вполне вероятно стояла бы конкретно такая машина, и я бы ее купил себе, потому что мне нравится и цвет кузова. Имея финансы, я бы, наверное, раскошелился на ее оклейку, сохранив облик и при этом защитив его. Я бы вполне вероятно выбрал именно такой салон, потому что он красивый, он достаточно яркий, заметный, он необычный, и при всем при этом он вполне практичный. Я бы взял именно красные обычные тормоза, потому что опыт эксплуатации М4 на карбон-керамике показал, что явной необходимости в этих тормозах нет. Переплата практически в миллион как-то сильно не оправдывает себя, и те режимы эксплуатации, которые были у меня, они не нуждаются в наличии карбон-керамики. Я бы обязательно выбрал полный привод, собственно, как и от М3. На заднем приводе я попробовал, и, ну да, прикольно, но я не фанат в том понимании заднеприводных автомобилей, в котором кто-то до сих пор к ним относится. Есть люди, которые не приемлют полного привода. Вот задний привод, это чисто для них, чтобы машину приходилось ловить, бороться с ней, чтобы каждая поездка была испытанием. Это доставляет адреналинные эмоции, но я как-то вот немножко по-другому к этому отношусь. Для меня эмоции адреналина это уверенность в автомобиле, когда я знаю, что любое мое желание машина исполнит. И полный привод с этим двигателем именно та ситуация, которая лично мне нужна. По внешнему карбон-пакету, ну разве что здесь бы, я, пожалуй, подумал, нужен он мне или нет, скорее всего, я бы сэкономил. Честно скажу, даже имея возможность его купить, я бы, вероятно, сэкономил. Не берусь наверняка отвечать, нет у меня 10 миллионов, чтобы пойти себе купить М3. А вот с выбором сидений я бы был полностью согласен. Все-таки именно такая отделка, именно такая расцветка, профиль сидений, даже наличие вентиляции полностью соответствует моим личным предпочтениям. Аналогично я бы сказал и про карбон-пакет внутренний, и про наличие ассистента вождения Professional, про кожаную отделку торпеды и низа торпеды, потому что смотрится это все очень красиво. Все-таки натуральная кожа, гладкая кожа вот здесь, на верхах дверей и торпеда, она как-то подчеркивает эксклюзивность тем модели. Когда у вас кожзам или уж тем более, не дай бог, пластик, автомобили изнутри сразу воспринимаются как просто обычная трешка. Это мое личное мнение, не обижайтесь, не принимайте близко к сердцу, но вот так мне кажется. Поэтому вот здесь я полностью согласен. Я смотрю на эту машину и понимаю, что это воплощение того, что я бы, вероятно, хотел получить. И самое важное, наличие дополнительных задних дверей. У этого есть как минус, так и плюс. Минусом являются короткие передние двери. Все-таки, когда у тебя кузов седан, а не купе, ты сидишь вот примерно по центру автомобиля, поэтому у тебя ощущения, рулежки, баланса максимально выверены. Но при активной езде, да, здесь есть системы вождения профессионал с контролем слепых зон, но все равно при активной езде чем лучше периферийное зрение, чем дальше отведена вот эта стойка центральная, тем лучше твой обзор по сторонам, и ты можешь двигаться в потоке куда безопаснее, даже если ты не ездишь суперактивно, но все равно куда безопаснее, потому что твои маневры не нуждаются в излишнем твоем внимании. Ты просто посмотрел в стороны, в зеркала, и меньше вероятности, что в слепой зоне окажется какой-нибудь автомобильщик или, к примеру, мотоцикл. в случае с купе этот вопрос он, конечно, лучше проработан. Двери длиннее, стекла длиннее, это удобнее. Но повседневное удобство посадки ребенка назад, а я говорю, что эта машина вполне может быть семейно-универсальной, перевозка каких-либо других пассажиров и дизайн М3, наверное, меня бы все-таки перетянули на сторону седана, нежели купе. Вот я не знаю, что бы выбрала моя супруга, если я ей сказал, вот выбирай, просто вот от твоего выбора зависит то, что мы бы купили. Не знаю, что бы она предпочла, потому что она вроде тоже любит М3, но после теста М4, ну невозможно не влюбиться в ту машину. Но я думаю, что мой голос был бы на стороне М3. Очень красивый автомобиль, однозначно со временем войдет в топ самых любимых моделей у фанатов линейки BMW. Кто бы что не говорил, но поверьте, вот эта морда, эта решетка, эта агрессия, это чистое воплощение М-духа и в частности более молодежных, более спортивных, более поджарых и таких вот мускулистых М-ок М3 и М4. Это правильный дизайн, который осмелились сделать в BMW, за что им респект. Смелые берут города. М3 и М4 возьмут, мне кажется, большую часть аудитории этого сегмента. Уж на нашем рынке точно. Я думаю, что и на других рынках тоже. Супер красивый автомобиль. Если вам понравился и понравилась моя работа, не забудьте поставить лайк. Это очень сильно помогает развитию канала, а значит, будет больше интересных автомобилей, больше роликов, больше обзоров, тест-драйвов и замеров. Спасибо всем за просмотр и пока.